Стрелкова 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 и страна начала развалиться на глазах. Но тут что-то остановилось. И это что-то, это деньги из США, которые полили с бесконечным потоком в эту страну и остановило эту систему хаоса, которая могла произойти бескровно, как в Чехословакии разойтись, понимаете? Но пошло по другому совершенно сценарию. По сценарию пошло преддверие настоящего хаоса и крови. Кровь и хаос грядет в этой стране очень сильно. Это всё очень зыбко, неясно. И только принципы какой-то духовности, как у нас, например, православие, да? Принципы не убей, не укради. Что бы ни говорили про самодержавие в стране, но у нас же до 2017 года была отменена смертная казнь. Где ещё в мире такое, скажем, есть, да? Сейчас есть, да, есть. Но, извините, в США 12-летних детей убивают. Их казнят сегодня по приговору суда, так? Так. Но при этом, казалось бы, ну да, они виноваты. А кто это докажет? Человек-то уже мёртв. И тут выплывает, что несколько тысяч дел сфабрикованы в Нью-Йорке. А если это тоже были дела сфабрикованы? Я, например, против смертной казни в нашей стране. Потому что убить человека, это всё концы в воду. Понимаете? Никто же потом не будет разбираться, цел он или нет. Но пройдёт 20 лет, 15 лет. И всё равно, правда, может стоить, человек оказался невиновым, было оболгом. Правильно? Вот у нас, вот Екатерина это знала, думала, и она сделала так. Да, тоже смертная казни в нашей стране. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Крайний вопрос. Последний на сегодня. Да. Берлин брать будем? Может, Вашингтон, с одной стороны. А с другой стороны, давайте... Я бы сторонник, конечно, был, знаете, китайской поговорки, когда тигры дерутся, обезьяна сидит на горе и смотрит, кто из них победит. Но, к сожалению, так не получится. Обезьян у нас как раз в США. Англосаксонский... Ну, это, скажем, не так кажется. Господи. В наше... Скажем так, что мир, мир меняется. И как меняются люди, так и меняется мир. Китайцы не такие, как были сто лет назад. Русские не такие, как были пятьдесят лет назад, или даже двадцать, тридцать. Все меняется. И англосаксы сейчас не такие, как были сто лет назад, и двести лет назад, когда они захватили Индию. Все меняется. Уже в Англии невозможно сейчас представить, как в Первую мировой войну, когда сотни тысяч людей без мобилизации добровольцами шли на войну в Европу. Сейчас этого невозможно, и не будет такого. Ни в Америке, ни в США. Никаких добровольцев не будет. Есть добровольцы, их немного, и все они в Новороссии. Да, все на нашей стороне. Все, которые есть в Европе, но они все в Новороссии. Система баптизма, сектанства довели англосаксов в такой степени. То есть они как пошли, начиная от католиков, которые ушли с православия, а потом ниже, 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 и скатились до полного сектанства, нарушили моральные устои этих народов и англосаксов. И они все уже, будущего у них как лидеров мировых нету. Они себя полностью декредитировали. Понимаете, в чем дело? И мир им поддержки не даст. Чем поддерживали англосаксов мир раньше? Они их поддерживают тем, что они против них не выступали. Сейчас так не будет. Любая война с англосаксами в мире и с мировым злом, тут же из-под воль будет протест по всему миру идти. И помогать будут, воюющиеся с ними, всеми силами, все как только могут. Вот и все. Ну, последнее, пожалуйста, кто поддерживает санкции Европы? Почитали корреспонденты, ученые, 750 миллионов человек. Кто поддерживает Россию в сопротивлении США и Европе? 3,5 миллиарда. Вообще-то, извините меня, правда на нашей стороне, как оказалось, да? Совершенно верно. Все, спасибо за интервью. Пожалуйста, всегда пожалуйста.